Ну, глазочек просто на две части был у него разрезан стеклом. В ране находились стекла, 27 кусочков мы насчитали. Операция по спасению глаза Игорю Голобурде длилась пять часов. Парень попал в автомобильную аварию от шока мало что помнит. Чувствовал только осколки в глазу. На положительный исход операции оставалось только надеяться. Однако врачам-офтальмологам удалось не только буквально по кусочкам собрать Игорю глаз, но даже сохранить зрение. Облабовое стекло ударилось. Как удар был, я полностью делаю частью лица облабовое стекло. И вот, вылез из машины, короче, все такое вызвал скорую сам. Скорая приехала, увезли на медпункт, а с медпункта сюда повезли. Сложные хирургические операции в детском офтальмологическом отделении приходится делать часто. С травмами и другими проблемами детский глаз сюда едут со всего Приморья. Такое отделение в крае одно. Только в прошлом году здесь прооперировали почти 1400 человек. Оперируют врачи бесплатно. Детей привозят и на скорой, и по направлению участкового окулиста. Соне Косаревой из Дальнереченска всего 4 года. Косоглазие у девочки практически с рождения. Эту патологию лучше всего оперировать именно в маленьком возрасте. В принципе, случай не из легких, поэтому завтра будет отчетивное лечение. Возможно, обойдемся одним разом. Может быть, придется несколько раз. Я не знаю, как. А почему случай не из легких? Угол большой, отклонение к косоглазию. Именно врожденные патологии и недоношенность, а не телевизоры и гаджеты сегодня становятся главными причинами серьезных проблем со зрением у детей, рассказывает заведующая детским отделением Валерия Титовец. Только в Приморье близорукостью страдает 23 тысячи малышей. Каждый год около 40 человек уходят на первичную инвалидность. Раскальзывают такие случаи, что близорукость минус 11 выявлена перед школой. Мама не замечала, что ребенок не видит. То есть, вот это не единичный случай. Каждую неделю такое бывает. Сказать, что это просмотрел доктор, это вряд ли. Ребенка необходимо показывать окулисту как минимум раз в год, говорят врачи. А если есть риск, например, наследственность, плохое зрение у родителей, тогда даже чаще. И, конечно, максимально сократить сидение перед телевизором. Но настоящие враги детского зрения – это планшет и смартфон. Болезнь цивилизации, прогрессирующая близорукость – это не просто слова. У нас были случаи, когда 2 числа, например, ребенку 5 лет купили телефон или дали поиграть телефон, или купили планшет. А через 2 недели ребенок проснулся слепым, близорукость уже минус 5 возникла. Ну, конечно, это за счет напряжения мышц. И косым. Дети – удивительные пациенты, говорит Валерий Титовец. Они никогда ни на что не жалуются и всегда всем довольны. Именно поэтому родители часто не замечают у них проблем со зрением. Ребенок просто не знает, что можно видеть лучше и прекрасно живет с высокой близорукостью. Поэтому, подчеркивают специалисты, к детскому зрению с самого рождения нужно относиться с предельным вниманием. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.